Добрый вечер, дамы и господа! Давайте пригласим к рингу Деда Мороза и послушаем, что он нам скажет. Добрый вечер, дамы и господа! 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 Добрый вечер! Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, дамы и господа! Вот такие дела! Добрый вечер, дамы и господа! 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 Нет, это все-таки будет матч 1 на 1, с которыми третий будет за канатами, и это выгодная, в принципе, ситуация для рестлеров, поскольку можно практически вообще не участвовать в матче и выйти на ринг только тогда, когда это потребуется. Но, с другой стороны, можно этот момент и упустить, и, соответственно, остаться ни с чем. Точно так же для рестлеров, которые проводят непосредственно приемы на ринге, очень важно не упустить этот момент и не оказаться удаленным из матча, не передать, может быть, даже против своей воли тег, и, соответственно, проиграть, несмотря на то, что во всем матче доминируешь и ведешь этот бой. Ой, а очень-очень, вы видели, какой армдраг проводит геймер противнику, который просто огромный по сравнению с ним, и еще у Кураконрама. Очень внушительно, очень внушительно, посмотрим, кстати, действительно, какие уроки вынес Антонио в школе Modern Storm Wrestling, чему он научился, и вообще, как он продвинулся за последнее время. Пока что у него противника геймер, которого он бы швыряет просто как игрушку. Нет, все-таки я ошибался, все-таки в матче все трое участвуют одновременно, никаких тегов быть не должно, значит, все, что было сказано раньше, можно забыть. И, в принципе, Стервятник пользуется ситуацией, забирается на ринг и нападает на Антонио. Ой, какой очень внушительный удар ногой. В принципе, да, можно подшучивать, конечно, над Стервятником, над его вот этим интересом и тем, чем он занимается. Но этот удар, да, очень-очень сокрушительный. Тем не менее, Антонио проводит манки. Запрыгивает ему на плечи и проводит еще одну Краконтролу. Это очень тяжело падает. В принципе, с такой высоты, с таким весом и пасть, это уже серьезное повреждение. Неважно уже от какого приема, геймер добивает его с таким ударом 619. А воспользоваться ситуацией провести удержание не удалось. Стервятник получает удар коленом из прыжка, отходит в угол. Геймер отходит в противоположный, разбегается и проводит удар локом с разбега. Пользуясь вот этой скоростью инерции, которая, ну, просто необходима, поскольку все-таки он обоим противникам уступает. В габаритах еще один удар из колеса, разбег от канатов и еще одна Кураконрана. Стервятник потерялся, Антонио давно уже где-то за рингом. Геймер доминирует в этом матче, лидирует и идет, все идет к тому, что он может, победить, он проводит еще один прыжок с канатов, прыжок с сальто. Нужно воспользоваться ситуацией, но нет, нет. Стервятник перехватывает инициативу, поднимает геймера себе на плечи, разбегается и бросает, протопультирует, словно такой, знаете, огромный большой дарт, сшвыряет его в угол. Стервятник забирается на третий канат и пролетает, ой, 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 дропкиком из сальто вперед, долетает через весь ринг. Держание, к сожалению, для Стервятника успехом не удержалось. Он разбегается для еще одного приема, но получает толчок от геймера, удар от Антонио. Маслечники работают в команде. Геймер выходит на суклик, но пока не хватает силенок, чтобы провести этот прием. Антонио предлагает подменить его и легко проводит снэп с суклик с тервятника, отбрасывая его в угол, а геймер, не дожидаясь продолжения, ой, 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 вот это прием, геймер проводит вертикальный суклик с Антонио. Вот это разница в габаритах, вот это прием. Жрители поддерживают геймера, а Антонио сейчас может получить как одновременный суклик, но нет, вместо этого он сам проводит суклик с разлабоим противникам, показывая, что, несмотря ни на что, а преимущество в габаритах это серьезное преимущество на рестлинг-ринге, он проводит очень болезненный, нэкбрекер. Получает соуфит, или идиефит от стервятника, который возмущается, что у него никак не получается провести никакого приема, добавляет еще удар на бой, еще удар с разбега, пробует удержание, нет, не решает, что сдерживает, лезет зачем-то под ремень, а, ну да, 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 снова телефон помешал стервятнику, возможно, завоевать право на чемпионский бой, и уж не так ли он вообще стремится к этому матчу. Пользуется этим Антонио, проводит удар ногой с разворот, очень немножечко неуклижий удар, видимо, что нам многим еще нужно Антонио, конечно, поработать, геймер появляется на ринге, и масочники, видимо, вместе что-то хотят провести, нет, Антонио пробует удержание, геймер отталкивает его, предлагая уступить ему эту возможность, непонятные разборки масочников на разных языках, а за это время стервятник ускользнул, Антонио пошел разбираться, и получил дропкик, бой продолжается за пределами ринга, где стервятник и Антонио наносят друг другу удары, а геймер прыгает, вот обоих, в планче, в пылющах, обоих, он же первым поднимается, он пытается закатить, он закатывает Антонио на ринг, стервятник там где-то у ринга болтается, вот он достает на ринг свой телефон стационарный, который ему уже помог в предыдущем матче, а Антонио потихоньку, медленно и уверенно фиксирует вошенский краб, стерлятник добирается до телефона, и говорит Антонио, что на нему звонок из посольства, очень важный звонок, очень серьезные проблемы, купится на это Антонио или нет, нет, я не знаю, посмотрим, а тем временем геймер подкрадывается к нему со спины, вместе с компьютерной клавиатурой, Антонио реально отвечает на телефон, получает удар этим самым телефоном, получает удар клавиатурой, геймер медленно как-то ложится на удержание, но стервятник предлагает разобраться, но вместо этого просто уходит, говорит, что не против, действительно не так уж важен ему этот матч, но нет, как только удержание началось, стервятник вернулся, стащил его с Антонио, предложил потолкаться, лупит его ногой, проводит, зигзаг, и гачи, проводит удержание Антонио, и стервятник отправляется на свой ультиматум, гарантирует себе титульный матч, и возможность уже в конце февраля стать экстремальным чемпионом НСВ. Неожиданный, конечно, исход в матче, в котором, возможно, масочникам немножко не хватило, знаете, командного взаимодействия, и с другой стороны, стервятник показал себя достаточным оппортунистом, чтобы выиграть этот матч. А у микрофона был Алексей Красильников, услышимся с вами на рестлинге. Субтитры создавал DimaTorzok